Не допонял, додумал, передал дальше. Снежный ком растет и на выходе получаем историю, не имеющую ничего общего с происходящим. В сети активно тиражируется видео колонны автобусов на Киевском шоссе в районе МКАДа. Авторы насчитали 200 машин и каждая, по их словам, под завязку забита солдатами. Некоторые пользователи столковали ситуацию как стягивание войск в столицу для введения жестких карантинных мер. В сети даже появился якобы приказ, подписанный Сергеем Шойгу. В Росгвардии опровергли информацию и достоверность документа. Не соответствует ни формат листа, ни печать, а министр неуполномочен вводить комендантский час. На распространенном в интернете видео зафиксирована обычная передислокация подразделений, не связанная с чрезвычайными ситуациями. Эти перемещения были запланированы давно, и совпадение по времени с принятием дополнительных мер в связи с пандемией – случайность. Вероятнее всего, автоколонна с военными прибыла в столицу для подготовки к Параду Победы, о котором пользователи, тиражирующие фейк, почему-то забыли. Еще один агрессивный информационный вброс распространился от имени хирурга Станислава Яшникова. Якобы в России так много зараженных, что вводится особый протокол. Легкие помогают друг другу, средних спасают врачи, тяжелым помощь не оказывается. Сам Яшников на незаконное использование своего имени отреагировал незамедлительно, обратился к интернет-аудитории со своей страницы в социальной сети. Мы работаем в штатном режиме. Ни о каком переполнении стационара речи нет. Я не писал это обращение, не просил его распространять это обращение, и уж тем более не давал никаких поручений по поводу распространения этого обращения. Для меня это полная неожиданность. Я совершенно не публичный человек. Кто и с какой целью использует мое имя и зачем это распространяет, мне непонятно. Первоисточник пост Игоря Скичка в украинском сегменте Фейсбука описывает ситуацию на Украине. Станислав Яшников заявил, что планирует обратиться к правоохранителям. Пресечь эти и другие подобные фейки взялся Следственный комитет. Создана рабочая группа. Оценку дезинформации дадут в соответствии с законом. Менее тревожный, но тоже неправдоподобный вброс. В связи с пандемией учебный год завершится раньше положенного. Пресс-служба Минпросвещения России дала официальный ответ. Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года, является ложной. Подобного решения Министерством просвещения Российской Федерации не принималось. Сейчас у школьников законные весенние каникулы. В профилактических целях на дистанционное обучение перешли вузы и СУЗы страны. Не стало исключением и Ульяновской области. И эта мера тоже породила разного рода слухи и рассылки. Если ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом. Родители многие обращаются к нам на прямую линию с подобными вопросами. Но вот для разъяснения хочу сказать, что никаких штрафных санкций, никаких наказаний за то, что вы перечислили дети, пришли в школу сдать домашние задания, либо пришли на кружок дополнительного образования, естественно, накладываться не будет. Также активно обсуждалась якобы отмена бесплатного проезда для школьников. Хочу успокоить. Всех успокоить. Эту льготу мы сохранили. Хотя я все-таки призываю максимально воздержаться сейчас от передвижения по городу. Почему люди так легко поддаются паническим настроениям? Во многом страх перед новой инфекцией подогрет произведениями массовой культуры, рисущими картину пандемии. Порой совсем недостоверно, но очень броско. Но то чужое творчество, а информацию черпать все-таки стоит из достоверных и официальных источников. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.